На что мы хотим вывести писателя из земли русской? Чтобы он признался в чём. Какие у него могут быть страшные секреты. В принципе, всё, что он думает каждый день, он этим делится с читателями. Он являл себя в самых разных ипостасях. Писателем, публицистом, доктором, колумбийством. Что из этого ему удобно, что приятно, что хорошо, что он хочет, чтобы осталось навсегда. Как он хочет, чтобы его внучи помянули, которые были на коляске. Одиноко ли? Можно поговорить про старение. Я понимаю, что вы любите приятный разговор, пописки с людьми. Я не про это. Всегда у вас что-то застольное интересное. Александр Абрамович, известный пижон. Здравствуйте. В эфире «Школа злословия». И мы её ведущие Дуня Смирнова и Татьяна Толстая. А в гостях у нас сегодня знаменитый писатель Александр Абрамович Кабаков. Здравствуйте. Здравствуйте, Александр Абрамович. Здравствуйте, Авдотья Андреевна. Здравствуйте, Татьяна Никитировна. Ну, выучил хорошо. Саш, мы вот совещались долго и думали, никак не можем выбрать на самом деле тему, которая была бы вам наиболее блескала. У нас есть предложение поговорить о шляпах, шейных платках, сортах виски, пиджаках, судьбах Родины… Перебил, всё перебил. Первую вот, всё начало выключаем, надоело. Не будете говорить. Нет, о судьбах Родины тоже. Так, давайте пойдём отсюда. Ну, почему? Ну, потому что сколько можно говорить об одном и том же. Ну, сколько можно говорить об одном и том же. Родина у нас одна. Вот ещё сейчас назови на меня писателем-пророком и всё, я встал и пошёл. Саш, на самом деле мы же не хихоньки-хахоньки про шляпы и так далее. У нас к вам разговор очень серьёзный, потому что, на самом деле, мужчин, интересующихся модой и разбирающихся в ней, практически нет. Но вы, насколько я знаю, всегда за модой следили, в моде разбирались и нет? За модой не следили. Я просто хорошо понимаю, как мне кажется, хорошо понимаю в вещах, в вещах вообще, в предметах. Я считаю, что материальная культура, которая, увы, у нас не очень есть, вот она важнейшая часть культуры вообще и, ну, во всяком случае, ничуть не менее важная, чем вся остальная культура, которая у нас есть. И я очень люблю вещи, я очень люблю вещи, я очень, ну, чувствую труд, который вот в них есть. Потому что хорошая вещь – это она ровно настолько хороша, насколько трудно было её сделать. Ну, вот в этом смысле, да. А за модой я не сильно слежу, во всяком случае, лет с 25, со стелляжной такой молодости. И не сильно её интересуюсь, и более того, новую моду даже активно не люблю. А новая-то какая? Это страшненький маскарад такой. Вот я иду по улице, и я вижу таких страшненьких, ряженых, вот как на венецианском карнавале, где вот карнавал, а не весело, а довольно страшно. Вот нынешние востроносые башмаки, вот эти чудовищные, да? Вот эти? Ну, типа, как теперь говорят. Они чудовищные, так? Вот. А у меня они ассоциируются с картинками вот страшными из средневековой жизни, да? Ну, вообще-то нормальная обувь имеет форму ноги. А вот Таня называет этот стиль в обуви развратные гувернантки? Ну, тут другое ещё, ну, тут другое ещё. Ну, это возрастное брюзжание ещё к тому же, естественно, да? Естественно, мода. Мода, спасибо. Мода моей молодости, мне кажется, нормой, да? А вот теперь, вот, небо ниже, девушки... Нет, девушки нет, девушки красивые. Так, ну, хоть что-то есть приличное в нашей жизни. Ну, разве в молодости не было остроноса моды? Она же проходит в такой периодичности? Ну, вообще, всё в молодости было раньше. Ну, в 70-х годах были бы остроносы и на спинке. Ну, в молодости-то всё было лучше. То есть тогда это хорошо было, сейчас плохо. А вот это вот то, что вы сказали, что вы любите вещи, понимаете в вещах... Во всяких вещах. Чувствуете... Вот что для вас этот вечный мир там, ну, одежда? Вот если вы мне дадите слово, что на этом мы с вещами покончим, я вам объясню. Даже покажу, что для меня вещь не имеет. Да, покажите. Вот это мои любимые часы. Так. Возьмите. Марку не называем, это неизвестного производителя. Почему? Называем марку. Неизвестного производителя. Павел Буре. 1912 год. Очень красивый. Так. Вот если это, ну, если это вещь, сделанная человеком, который думал, какой она будет. И думал о человеке, который будет ею пользоваться. И я это чувствую. Вот это я очень люблю. А вещь, сделанная для Первого мира в Третьем мире, по идеям из Первого мира, приспособленным для восприятия и Третьим миром тоже, потому что там большие рынки. И так далее. Вот это вот, вся эта жестянка, да, вот все это проявление, простите за такое слово, глобализации последних лет, когда Ягуар, не отличивший от Мерседеса, от Мерседеса не отличивший от корейской машины на вид, когда все это, ну, вот такое же сглаженное, зализанное, обмылковидное, как вот новые машины, да, все одинаковое. А какое должно? Индивидуальное, когда... Но машины же не могут быть индивидуальные, это серийное производство. Могут быть, могут быть. Но Роллс Ройса. Всего 20 лет уже стал такой же. Всего 20 лет назад, ну, 30, 30 лет назад, да, со 100 метров сзади можно было отличить Мерседес от женщины. От женщины. От женщины, ну, от хорошей женщины почему? Нет, не всегда. Вот, от Роллс Ройса, да, сейчас нельзя. Вот, мне бы ваша забота, господин Ильич, за 100 метров, в отличие... А я же не говорю, что меня это заботит. А я сейчас Мерседес раздавит, или Роллс Ройса? Я же не говорю, что меня это заботит. Вы спросили, что я думаю о вещах. Я о вещах думаю вот ровно это. Я люблю вещи, в которых есть не только технологическая идея, но и такое даже не эстетическое, а культурное чувство. Ведь эти вещи, которые имеют названные вами характеристики, неизбежно будут очень дорогими, и стало быть, будут нам с вами недоступны. Я вам сейчас признаю страшные вещи. Я в этом смысле вообще не демократ. А что страшно? Я не демократа? Ну как, ну, вроде как неловко. А вы мне всегда ловко признавались. Вот я совсем не демократ, хотя долго был к ним причисляем, по какому-то странному недоступному, а потому что антисоветчик, значит демократ. И я был причисляем. Я совсем не демократ. А вы любите народ? Люблю. Как? Как любите его вы? Как все, как все. То есть штучный хорошо, штучный сделанный хороший выдел. Я очень люблю народ. А почему же? Вот как раз вот правильный народ, народ, то что есть народ. Это как раз люди, которые делают правильные, хорошие вещи. Это люди вообще, которые правильно, хорошо живут. А изуродованный, изуродованный народ, вот такой изувеченный народ, это либо совок, либо совершенно одурманенный вот нынешней жизнью такой народ вообще в других странах. Ну, такой не очень люблю. Ну так это и не народ такой. А что значит? Вот я давно хотела спросить кого-нибудь, вот вы тут как раз подвернулись под руку. А совок это вот что такое? Ну, много можно придумать определений, ну, допустим, вот которые приходят мне в голову сейчас, в силу того, как разговор пошел. Это вся совокупность людей, вся. И... Совокупность совок. Это игрослов или... Нечаянно, совершенно нечаянно. Потому что у вас замечательная подсознательная вот эта вот перифорика. Включающая и образованную часть общества, и занятую физическим трудом, который многие годы искусственным образом мешали жить, как положено людям от Бога. Так. Вот заниматься своим делом, заниматься своей семьей, как положено человеку заниматься своей семьей, то есть в первую очередь думать о ней, мешали жить нормально. А почему это вот... Я не понимаю... И в конце концов добились своего, изуродовали людей. Я вот только одного не могу понять. Мне слово совок не нравится вот одним своим свойством. Тем, что все люди, которые его употребляют, никогда не употребляют его в первом лице. Я никогда не слышал, чтобы человек сказал, я совок. Всегда вот когда говорят совок, да, имеется в виду вот они. Вот эти другие. Я-то, понятное дело, нет. Нет. Не поймали. Я абсолютный совок. Я абсолютный, антисоветский. Ну, как было принято вообще в этом кругу, в котором я жил. Ну, это унижение пача гордости. Нет никакого унижения. Интересно, откуда бы я другой взялся? С Луны, что ли, меня выяснили? Вы считаете, что совки это все совки, что ли? Тогда о чем вы говорите? В общем, да. В общем, сильно все покалечат. Хорошо. А где тогда судья? Судьи кто? Кто замеряет и говорит, вот действительно безобразие. А что тут замеряет? Мы все там родились. Мы там воспитаны. Тут замерять нечего. И что? Все одинаковые? В этом смысле? Люди вообще все разные. Но родовые черты не все. Какие? Например? О, сложно. Ну, вот где? Я не совок, например. Я не чувствую. Я не чувствую. Под это определение, которое прилагается к совку, я не чувствую, что я подпадаю очень. Возможно, я шире говоря, вообще ужас нечеловеческий. Крокодил, понимаете? Погемоточка. Это 100%. Ну, это 100%. Донь вот знает. Не соврет. Но так, чтобы я была совок, я... А в чем? В чем? Надо было их с Венедиктовым посадить, совок и веник. Вы... Смешно. Знаете, Таня, а в чем, если, наверное, человеку самому не видно, то, может быть, этого и нет. Черты какие? Пожалуйста. Может быть, я совок. Ну, вы мне покажите список. Вот это что? Вот это? Это? Чтобы в каждом отдельном человеке показать эти черты, эти черты... Так увиливаете. А почему же не увиливать? Чтобы показать эти черты в каждом отдельном человеке, я должен очень хорошо этого человека видеть. Ну, одну черту, с обоих. Александр Абрамович, меня вы знаете очень хорошо. Ну, хорошо. Хорошо. Ну... Ждем. Ну, давай, давай. А ты еще молодая. О, нет. Не получилось. Получилось, получилось. Ты еще молодая. Ты еще молодая. Вот, кстати, вот... Родились, выросли. Нет, а те, кто вот совсем молоденькие, допустим, 20 лет, у них практически, ну, не успели. Тогда чего не успели? Вот где эта черта? Одну назовите мне. Пойду за ору. Двоемыслие, которое за годы свободы изжито, но на психологию все равно повлияло. Как? В сторону изощрения, например. В сторону изощрения. Вы за двоемыслие и за изощренность совками как бы обзываетесь? Я имею в виду... А я не обзываюсь. Я констатирую. Всегда в плохих, дурных обстоятельствах человек делается умнее, хитрее, изощреннее. И это, на мой взгляд, вот если уж с чисто таких вот отвлеченно нравственных позиций, это не делает его лучше. Он делает изощрение, но не делается лучше. Это тот самый только негативный опыт, о котором говорил Шаламов, да? Который дает лагерь. Только негативный. Никакого другого. Вот и все. Так вы хватанули уже в Шаламово и в лагерь. А что, вы не в лагере разве жили? Все жили в одном лагере. Извините, не в Шаламовском. Ну не в Шаламовском. Не надо обижать жертв настоящих лагерей. Согласен. Не надо. Нам было всего лишь то, что скучно и за границу не поедет. И есть вроде нечего. А так-то что? Нет, а так-то ничего. Культурная жизнь-то была вполне ничего себе. В том лагере в Шаламовском еще убивали и физически, а здесь только ломали душевные. Ломали кто, чего, как ломал? Ломалось. Как точнее. Все ломалось. Сами себе ломали. И сами себя. Потому что жить надо было. Выжить. Ну а как? Иначе это не народное тело. Иначе тебе место в психушке, и это место в психушке очень правильно определяло тебе власть. Потому что если ты совершенно выламывался, у тебя правильное место в психушке. Нет. Вы преувеличиваете, потому что не так много народу посадили в психушку вот за то, что они думали иначе. Правила-то были очень простые. Понимаете, как у Анны Каренины. Всякая женщина есть любовник, но ходить с ним в оперу неприличная женщина. Это совершенно совершенно точно. И здесь тоже самое. Да читай ты, ради бога, свою подпольную литературу и вообще думай, что хочешь. Но кричать об этом публично можно сказать в психушку. Вот я и говорю. Вот так вот. Минуточку. Сейчас. Секундочку. Дуня, отвечу только вот на последнее. Совершенно верно. Поэтому я говорю, что для массы двоемыслия, а те, кто выламывался, то есть кричал вслух, те в психушку. Вот и все. Ну хорошо. У нас сейчас... Нет, я хочу вам просто напомнить, что сейчас у нас 2003 год. Да? Поэтому мне кажется, вот этот спор об особенностях лагерей и отличий пионерских от концентрационных несколько несвоевременным. Поскольку вы запретили спрашивать о судьбах Родины... Нет. Теперь уже можно. А можно уже, да? Раз все равно на вещах спросили, куда от вас денешься. Ага. Значит, можно. А какие вот... Хорошо. Вы описали отвратительность той жизни. А какие вот сейчас страхи, ужасы? Боимся потерять работу, боимся необеспеченной старости, боимся заболеть так, чтобы потерялась трудоспособность. Боимся всего того, чего и должен человек бояться в конкурентном обществе. То есть это как бы личные человеческие страхи, а общественных страхов, вы считаете, сейчас нет? Вы знаете, вот у людей моего поколения, я думаю, есть и общественные страхи. Какие? Ну, предположим, у думающих примерно так, как я, есть... Никуда он не денется. Это только вместе с поколением уйдет. Страх реставрации. Страх возврата. Ну вот, допустим, у меня его нет, потому что я твердо убежден, что это невозможно. А у многих... Твердо убежден. Твердо убежден. А у многих есть. Есть некоторые общественные фобии, ну, тоже красиво скажу, некоторые фобии, связанные с ксенофобией. Да, боимся мусульман в основном, китайцев. Вот, естественно, абсолютно не боимся американцев. Вот это вылетрилось. И есть другие страхи. Страх катаклизмов, таких природных. С тех пор, как пресса стала свободной, на первых полосах стали писать не о передовом почине Сальского района Ростовской области, а о наводнениях, землетрясениях, тайфунах и катастрофах самолетов, народ этого стал сильно бояться. Опять же, свобода способствовала распространению всяческих, я прямо назову это, суеверий, и все предсказания всяческие конца света, они накладываются на газетную хронику и так побаиваются народу. Но это вот общие такие страхи. Александр Анатольевич, вы все эти годы в газетах работаете, причем в газетах как бы вполне себе основательных, главных там и так далее. При этом вот то, что вы сейчас описываете, я так подозреваю, что вы это описываете не без осуждения в адрес прессы. Да? То есть вы же как бы, получается, тоже причастны к этой конструкции? Да, причастны. Да, я абсолютно профессионально думаю с 31-летним стажем, например, журналист. И, конечно, я к этому причастен, конечно. Ну, так и не нравится, а что делать? Я вообще... Ты хочешь, может, это мода такая? Что? Что именно мода? Работать в газете? Нет, про катастрофу. Да, мода. А куда денешься? То есть она пройдет? Не думаю. Ну, и так во всем мире газеты пишут. Что сделаешь? Что сделаешь? Дурные новости лучше продаются. Профессия такая. Я к ней не то что привык. Она абсолютная часть меня. Абсолютная часть меня. И я не могу сказать, что я ее обожаю. Но я говорю еще раз. Вот мне, например, Лысина не нравится. Но я же не могу на этом основании голову себе отрубить. У меня были очень густые волосы, вот вы не поверите, в ранние волосы. Вот. И Лысина я к ней до сих пор не привык. Вот до сих пор не привык. Ну, и что? Что делать? Ну, также и журналистика. Ну, это часть меня. Никуда я от нее не денусь. Это образ жизни. Это образ мыслей. Это... А что это за образ жизни и образ мыслей? Ну, трудно описать. Ну, трудно описать. Но это все. Это сочетание широты с поверхностностью. Ну, вообще известное такое. Это обязательно... Ликомыслие, безответственность, вранье. Нет, нет, не обязательно. Но это обязательно острый ум. А острый ум, он... Как сказать... Это у кого? Это у Хинштейна острый ум? Минуточку. У Хинштейна... Давай... Вы фамилии хотите называть? А почему нет? А почему бы не назвать-то? Ну, все. Я не чувствую его в той же профессии, в которой... А он, между тем, орден получил. Это его проблемы. Разве? По-моему, вот это как раз наша общая проблема. Ну, или наша общая проблема, да. Обязательно острый ум. Но всякий острый ум имеет нравственный недостаток. Он слишком свободный. Он буйный. Вот это вполне свойственно журналистам. Вполне свойственно журналистам. И мне свойственно. Вот границ нет. А знаете, что такое, когда нет границ? Это, выражаясь современным языком, беспредел. Угу. Угу. Саш, ну вот вы сказали, что 31 год непрерывного стажа. Угу. Да? Как бы одно время мы с вами были коллегами. То есть я, безусловно, как бы училась у вас там и так далее и тому подобное. Но мне кажется, и, собственно, с этим связано то, что я перестала заниматься журналистикой, что на сегодняшний день эта профессия стала постыдной. И журналисты сами, с собственными ручками, достигли того, что степень недоверия общества к прессе зашкаливает за все мыслимые пределы. То есть никакая позитивная информация обществом уже не воспринимается как непосредственная, а воспринимается только с вопросом, сколько за это заплатили. Вы писатель и журналист. И, на мой взгляд, эти две профессии на самом деле очень не похожи. Они просто противоречат другу. Да. Просто не уживают. Мне тоже так кажется. И мне кажется, что писатель, когда вы говорите о неких моральных категориях, это скорее, то есть не скорее, это точно не журналистский взгляд. И как же вот вы в этом существуете? То есть... Так и трудно. Но журналистик, вообще говоря, не считается сугубо почтенной профессией нигде в свободных странах. Это властная профессия, мощная, влиятельная, но непочтенная. Это не врач. Но и не посты. Даже и не адвокат. Ну, как сказать, какая журналистик. Папарацци не наше изобретение и даже не наше слово. Желтая пресса не наше изобретение и даже не наше слово. Буквально перевод. Понятно, понятно. Всюду есть. Это все так. Но есть же и верх. И есть. Если он коррумпируется, то это уже сильное событие. Ну, вот скажу я вам теперь насчет верха. И у нас есть верх. Вот я с тех пор, как появилась настоящая журналистик, свободная, работал в трех газетах. В «Московских новостях», в «Коммерсанте» и вот сейчас в «Столичный вечер». Я и при советской власти не писал, как вам сказать, лжи. Я не писал правду, но не писал лжи. Я там умеренной фантастикой насчет соцсоревнований занимался. Сахаров не обличался, лжи не клеймил, не собирал письма. А с 1988 года я всегда писал только то, что хотел. Только то, что хотел. Никогда не получал за это никаких денег, кроме зарплаты и вонорара. И, собственно, все. И я знаю своих приятелей. Среди них есть очень известные журналисты. То есть журналисты, чье имя знают, это уже в журналистике известность сверхъестественная. Они не брали деньги. Мне кажется, что самое постыдное в этой профессии как бы невзяточничество, потому что его меньше, чем предполагает общество. Не звонки из Кремля, которых тоже меньше, чем принято считать, а заголовок детей размазало по стенке. А вам вот это сломать? Я просто тогда не понял. Я просто не понял. Скажу насчет этого. Мне это страшно не нравится. Мне, лично, мне это страшно не нравится. Всегда, когда я мог влиять на это, я с этим боролся. И поскольку я занимал всякие начальственные должности тоже, боролся и побеждал. Такие заголовки снимал. Сам к ним не причастен. Их осуждаю. 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 Ну, это, как сказать, дурная составляющая среды, к которой я прирос. То есть вы считаете, что профессию это не компрометирует? Компрометирует. А если посмотреть на современную художественную культуру, вы согласны, что там тоже самое дерьмо? Да, но там… Почему же тогда профессию писателя или художника никто не считает позорной? Художник и писатель – это частное занятие отдельных людей. Это их хобби, которое превратилось в извлечение дохода. Абсолютно согласен. Журналистика – это совершенно другое. Абсолютно не согласен. Журналистика, в принципе, она служит связью между обществом и обществом. Это общество через журналистику возвращается к обществу. Оно про себя узнает. И когда она смотрит в зеркало, она вот так, понимаете? Абсолютно не согласен. То есть абсолютно согласен насчет журналистики, абсолютно не согласен насчет литературы и других художеств. То есть вы считаете, что оно что-то значит общественное? Оно то же самое значит. Нет. Оно то же самое значит и не согласен насчет хобби. Если хобби, то как только написали, сожгите. А это не хобби. Почему это? А потому, что как только вы это продали, как только это появилось на рынке, вы точно так же влияете на общество, Пощая грязные инстинкты, разрушительные тенденции и так далее. Все, что пощает, на мой взгляд, современная культура художественная. Вы пощаете это точно так же, как тот человек, который для привлечения публики, он не для себя, он не для своего удовольствия, он холодный человек, он для привлечения публики придумал заголовок. Сейчас я его процитирую. Иванов не дожил до понедельника. Я заменил фамилию. Я против, но не я выпускающий редактор, не я ответственник, а не я главный редактор. А когда придумывается примерно такой же заголовок, когда я был заместителем главного редактора, я его снимал и говорил, что стыдно, ребята. Так вот, детей размазало по стенке, он придумывал не потому, что ему это приятно, а потому, что он знает, что, как говорил один народ примет, или, как говорил один музыкант, пипу всосет. И только поэтому, и только поэтому наши с вами молодые и даже не очень уже молодые коллеги пишут исключительно про профагию, людоедство, безумие, грязное безумие. И пишут исключительно матом, потому что пипу всосет. И все. Журналистика, презренная профессия. Да не презрение любой другой. Да, профессия не почтенная, не самая почтенная, не детский врач. Профессии пекаря, например. Не детский врач, не пекарь, не каменщик. Не пекарь, не каменщик. Но огромное количество интеллигентских профессий, огромное количество, ничуть не лучше. Например? Ну, я не знаю, например, даже хороший, даже хороший. А если уж не хороший, конец света, учитель. А? Если не хороший, это конец света, это убийца. Ученый честный, витает в облаках, занимается естественными науками, выходит в разных ботинках. А делает он? Бомбочку. Ага. И как оно с ним? И не просто делает бомбочку так, что, вы знаете, там, и не понимает даже, что делает. Прекрасно понимает, я инженер по образованию, я закончил Мехмат университета, а по опыту работы еще потом 6 лет инженер в ВПК, в ракетной промышленности. Да? Так был специальный расчет. Убойный эффект, разрушительный эффект. И это считали большие ученые. Здравствуй, профессия. Да? Не надо, все хороши. Все хороши. То есть вы считаете, что это как бы вопрос, собственно, только личной ответственности. Поэтому... Это вопрос личной ответственности, да. И я считаю, что вообще все вопрос личной ответственности. То есть, таким образом, если мы приходим к тому, что в каждой профессии это есть, значит, соответственно, это есть некая константа человеческой природы. Соответственно, значит, вы считаете, что за последние годы ничего журналистикой плохого не произошло. Она такой всегда была, это в ней изначально. Нет. Нет. В журналистике появилось много нового плохого благодаря свободе. И исчезло много старого плохого благодаря свободе же. А вы за цензуру или против? Против. Я решительно против всякой советской власти. Раньше журналистика не была развязной, грязной, продажной, мелкопродажной, да, мелкий опт. И так далее. Шокирующей. Развращающей. Но она была вся насквозь лживой и лицемерной. За исключением узких, тесных уголков, в одном из которых я притулился тогда, клянусь, это действительно было так. Газета «Гудок» была неинтересна никому, кроме министра путей сообщения. Искренне интересно, да? И я там писал о производстве, там ничего, ну вот подбивка шпал и смена резкого полотна. Зачем вы пошли писать про смену резкого полотна? Отвечаю. Отвечаю, но не на вопрос. Да. Потому что в процессе моей работы инженером выяснилось, что инженер я плохой. И я, вообще говоря, всегда хотел быть писателем. Вот с детства то, что называется. Но, в общем, родители как бы мне объяснили, что сидит. И потом у меня как-то странным образом сформировалось мнение, не знаю уж откуда, отчасти как потом выяснилось правильное, что в советские писатели попадают по благо. Вот. И я в советских писателей боялся идти. Просто боялся, даже не рыпался. Там и полегал рассказик в раннем возрасте, в альманахе «Голоса молодых». Вот. И затих, потому что, ну чувствуешь, что это нет. А слова складывать умею. А если инженеры, меня попросту выгоняют, разобравшись наконец. Несмотря на то, что я отлично закончил университет, там просто запоминать надо было. А работать-то... Просто выгоняют. А куда мне деваться? Ну куда мне деваться? Не кушать надо, да? Меня порекомендовали в газету «Гудок», куда никто добром идти не хотел. Потому что газета была абсолютно бесперспективной во всех смыслах. А меня это как раз очень устраивало. Ничего трогать никого не надо, ничего, никакой политики, ничего. Цитату из Брежнева вписывал редактор отдела в начало. И я там пристроился к моему и общему величайшему удивлению, потому что меня взяли все-таки, как ни крути, на идеологический фронт, на идеологический фронт. При том, что беспартийный еврей с некоторым уже хвостом по линии КГБ, известным, разведенный, ну, в общем, весь комплект. Вот, ну, взяли, потому что нормальный. Одноногий. Нет, одноногий, пожалуй, а взяли, потому что нормальный не шли, потому что русский туда приходил, вступал в партию и уходил. Да? Ну, еврей, но партийный, это уже, ну, как бы снятая судимость, да? А тут, ну, полный комплект. И было совершенно понятно, что я оттуда никуда не дерусь. А я оттуда никуда и не делся 17 лет. 17 лет. Ровно до перестройки. Саш, инженер, вы были плохой. А писатель, вы хороший? Ну, ты и даешь. Работа мне такая, Александр Абрамович, не поверите. Ага, а журналистов хаешь. А что такое, я задала вопрос. Ага. Бестактный это вопрос. Почему? А дайте, Андрея, а вы красивая женщина? Нет. Ну, это вы уже очень. Нет, я миловидная. А, вот я миловидный. Как вы знаете, отлично. Я миловидный. Я миловидный. Ага. Так, а журналист? Хороший. Я-то думаю, что журналистов просто отличный. Хороший журналист. Угу. Хороший. А чем вам, вам нравится заниматься журналистикой больше, или больше нравится быть писателем? Быть мне нравится писателем. Мне не нравится кушать тоже писатель. Мне всегда был Кабаков страшно симпатичен и мил. Ну, у меня могут быть какие угодно соображения по поводу прозы и так далее. Я считаю, что журналист, он блестящий, он высокого класса профессионал. Вопрос вообще не то, что волнует Кабакова, да, там, какой он писатель, там, какой он журналист, и какой он мужик, да, как-то все эти вопросы совершенно перестают иметь значение. Потому что он хороший, достойный человек. И он, безусловно, человек храбрый. Да. Это храбрый и честный. В чем слабость вообще человека, в принципе? Такая слабость, за которую человек любит. Ему тоже хотелось бы быть, там, красавцем, или каким-то страшным, там, в чем-то знаменитым. Или чтобы его именем назвали какой-нибудь Пик Гарвис. Все это понятно. Вот Бунин хотел считаться изумительным поэтом. И никто его изумительным поэтом не считал. Его все считали изумительным прозариком. Но его это совершенно не радовало. Абсолютно. А поэтом как же? А поэтом Иван Алексеевич? Никак же. Я вообще, там, ну, я люблю, там, чтобы слова складно, да, стояли. Так. Так, все, чтобы, чтобы, не то, чтобы особенно складно, Ну, чтобы вот тут не морщило, тут вошло. Нет, 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 нет. Чтобы видно было. Картинки рисовать. Это я люблю. Но больше всего я люблю придумывать бессмысленные истории. Вот, ну, вот, как один человек решил жениться, и что из этого вышло. Как один человек ушел на войну, и что из этого вышло. Ну, и так далее. Ну, я все время придумываю, придумываю истории. Я вообще, ну, в детстве я довольно много врал. Видимо, я вот такой вот врум, ну, врать, взрослые люди врут, когда нужно что-то. Да, вот просто врать. А знаешь, у меня есть один мужик, там, знакомый, рассказатель. Странно. И вот историю придумывать очень люблю. Но в то же самое время я очень люблю работать в журналисте. А в этом вам что нравится? Там же не придумываешь? Вот почему я сказал, что писатель я миловидный, а журналист я хороший. А потому что я там все умею. Вот я абсолютно не боюсь показаться хвостуном, я абсолютно все умею. Это очень приятно. Вот абсолютно все умею. Ну, это же вообще профессия, в которой, там, в отличие от писательской профессии, это далее, в которой есть конец коридора. Есть. Где нет ни поворота, ни комнаты, а есть только стена. Ну, это не те коридоры, которые кончаются стенкой. Нет, там именно стена. Ну, стена, но не стенка, слава богу. Там дальше ничего нет. Да, ну и что? Так а что ж тогда интересно, если вы все умеете? Ну, все равно, это интересно. Но профессию можно освоить, а профессию писателя освоить нельзя. Нет такой профессии писателя. Правильно, профессию писателя я все время осваиваю. Но нет я такой профессии. Да, ну, правильно. А эту профессию я освоил, и мне в кайф. Вот нужно заголовок придумать. Становится быть крутым. Ну, в этом деле, да. Вот мне в кайф. Вот нравится, вот нужно заголовок придумать, да? Причем, вот в газете, которая сейчас работает, заголовки принято придумать, да? Не хамские, что мне очень нравится. На это отчасти влиял. Не игровые, вот такие вот, да? С кокмочкой. А вот прямые, но при этом складные. И поэтому вот месяца полтора, вот недавно, я, кроме своей основной работы колумниста, обозревательной, я работал на выпуске русским словом хейдмейкером, да? Значит, придумывал заголовки. Мне очень нравилось это. Вот я умел придумать, заголовок другой не может придумать, никто не может. А я умел придумать. Вот придумал хороший заголовок. Это большой кайф. Причем, это очень мужской кайф вообще. Это присуще многим женщинам. Но это традиционно мужское такое, вот, закидон такой мужской. А я пробью эту стенку головой, а я ее пробью круче других. Это головая форма идиотизма. Совершенно верно. А кто же будет спорить? Ну что? Совершенно верно. И это доставляет огромную довольность. Вот я могу написать заголовок, придумать заголовок. Я могу написать колоночку, другой не напишет. А я могу, и было такое, быть посланным, главным редактором. На совершенно вот, ну такой вот тупой, тупой, рядовой, рядовый политический репортаж. И написать его, был отмечен в номере, было сказано, учите всю дедушке писать. Приятно быть дедушкой русской журналисткой? Ну, я все-таки еще не совсем. Есть постарше меня действующие люди. Да, я знаю. Нет, причем нормально действующие. Ну, вообще дедушкой быть не очень приятно. Почему? Ну, как вам сказать? Во-первых, все дело, значит, идет к концу. Можно же быть прадедушкой, прадедушкой. Нет, ну все равно, дедушка, значит, идет к концу. Это... Нет, я не наигрался, это я вам точно говорю. Я не наигрался. Вы хотите опять быть молодым? Нет, нет, нет. Ой, спасибо, Боже. Нет, нет. Нет, ну вообще, во всю вот эту игру я еще не наигрался, вот по полной. Значит, дело идет к концу, раз. Во-вторых, довольно трудно, с дедушкой быть не трудно, трудно с внуками рядом. Вот это вот тяжеловато. Вот это тяжеловато. Это психологическое мощное, наверное, такое вот напряжение все время. Все время. Не в том дело, что они входят на четвертый этаж легко, всходят. А я там... Ну, я не отдыхаю еще над этим, но... А правда ведь вообще-то молодые очень противные? Да нет, встречаются... Не, ну в целом, вот сам факт их существования... Ну, это вот вы меня закольцевали на моду, да? Вот, потому что я вначале сказал, что мне вот, может быть, поэтому не нравится. Вы знаете, вот в массе, как все, в массе, ну как-то так, не очень. А раз говоришь, это человек, человек. Мне кажется, что я объективен. Или почти объективен. Ну, я отлично понимаю, что это нормальное, которое я не избежал, которое свойственно практически всем. Возрастная раздражительность, негибкость, нетерпимость. Возрастная. Ничего нет ужасного в остроносых ботинках. Раскрешенный влюб, который я тоже 70-летний носил. Вы знаете, мне не кажется, что это у вас возрастной. Саша, вот я на вас смотрю и думаю, что вы возрастной, думаю, молодой человек. Вы начинаете менять. Это во-первых. Я платил. Прошу прощения. Спасибо, очень молодой. Нет, нет, нет. Олдер Хаксли говорил. Ну, знаете, это дурные манеры. Вот, по-моему, это дурные манеры. Девочки, не делитесь. Нет, Александр Абрамович, просто у меня впечатление какое, что вы, на самом деле, с одной стороны, всегда были человеком остроумным, а с другой стороны, всегда представляли собой известный своим остроумием типаж под названием грустный еврей. Я думаю, что это было и в 30 лет, и в 40 лет. Поэтому, мне кажется, что возраст... Ну, я думаю, почему-то втология, что значит грустный еврей. Или веселый еврей. Бывают остроумные евреи. Это другое дело. Я видела очень веселые евреи. Как правило, очень глупые. Катастрофические устройства. Не правда, не обижать. Ну, не даром же говорят, да, еврейская грузия. Это отчасти национальная, как и чувство юмора. Ну, что тут не сделаешь... Вот мне и кажется, что это к возрасту не имеет никакого... Нет, ну, вот это вот, то, что меня раздражает, как они выглядят, да, это уже чисто возрастное. Потому что я тоже носил брюки, но они мне нравились. А эти неправильные. Не такие, не так, не то. Понимаете, но я понимаю в то же самое время, что это нехорошо, неправильно. Надо сказать, что меня очень и тронуло, и завербовало. Это, наверное, та степень откровенности, которую Кабаков себе позволил. Потому что, на самом деле, Саша Пижон настоящий. И он очень часто, как бы, помнит о том, как он сидит, говорит, стоит, подходит. Как бы он немножко смотрит на себя со стороны, как его будут цитировать, или как на него посмотрят. Он умеет иногда вот рядом с собой поставить некую зрительницу, читательницу, которая смотрит в ум, ах, какой он. А та степень, в которой он как-то вот сидя в студии отказался от этого, забыл, перестал. У меня было такое впечатление, что с нами разговаривает умный человек, который совершенно этот ум не ценит в себе. Он другого что-то хочет. То есть у него имеется вот такой чернозем, целина, непаханая. Но он думает, ему говорят, у вас чернозем там. А он, а, чернозем, ну ладно, неважно. Я другому сейчас хочу сказать. Вот, послушай, вот. Вот, то есть он совершенно есть ум, но он не считает, что это его достоинство. То есть другой бы, у меня чернозем, 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 чернозем. А тут совершенно ничего такого нет. И вот это поразительное, невнимание к тому, что у него есть умственные запасы, это очень сомнительный комплимент. Вот мне кажется, что тут как раз точнее будет сказать, что Кабаков все-таки человек очень тонкий. И он очень умеет внимательно слушать чувства. А вы переживаете, что вы стареете? Да, ужасно. 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 Я вам говорю, я к лысине до сих пор не привык. Но в то же время, вот я надеюсь, что я себя достаточно контролирую, надеюсь. И вроде бы по некоторым признакам, да, достаточно контролирую. Я не проявляю прямо этого своего раздражения. И у меня с молодыми ценой, в общем, усилий. Нормальные отношения складываются. Нормальные. Но может быть потому, что они к дедушке относятся с почтением. Это такая всегда удобная позиция. Вы сказали, что вы очень переживаете старение. А что для вас в старении самое травматическое? Знаете, мой отец когда-то сказал, я на него сильно похож характер. Вот сильно похож характер. Хотя он совсем другой был человек. Совсем не гуманитарный, а настоящий, действительно инженер. Он сказал, старость, это когда все меньше сил. У меня, надо сказать, физическое странное старение угнетает просто, ну, невозможно. Я не привык еще. Я еще не успел привыкнуть. Ну, видимо, привык. А вам внутри себя сколько лет? Я каждый раз это бреешь, да? И я пытаюсь увидеть, да, вот то лицо, которое я помню. Да? И я вижу себя вот лет в 30, ну, 30, может быть, 35. Ну, нормальный мужик. Ничего нигде не висит. Все, глаза ясные, что бы ни было накануне. Да, вот. Ну, лучше объяснить не могу. Ну, как-то это все-таки удивительно. Во-первых, я вам честно скажу, что вы первый из знакомых мужчин, который честно признался в том, что очень переживает старение. Ну, мы же договорились, вроде как бы честно говорить. Ну, а что, это очень стыдно, что ли? Нет, не в этом дело. Нет, я понимаю. Потому что многим кажется, что это неудобно в этом признаваться. Ну, это и проблема. А я не считаю, что это так уж стыдно. Ну, переживаю старение. Ну, и что? Я говорю еще раз. Я переживаю старение в смысле, вот как говорил мой отец, в смысле меньше сил стало. Понятно. Хорошо. Но при этом вы, как бы мэтр, вы говорили, что в этом есть определенное удовольствие, определенный кайф. Чувствовать, что ты все можешь в этой профессии, что ты состоялся в этой профессии, что тебя уважают, что у тебя учатся и так далее. То есть масса всяких преимуществ возраста. Вы при этом сказали, что вам больше нравится быть писателем. Я пытаюсь понять, какое количество внешнего и внутреннего в этом есть. То есть что из тех удовольствий, которые представляют эти профессии, связано с... Я понял. Все-таки, наверное, журналистика больше, ну, так выражусь, наверное, не точно, социальное удовольствие, да, то есть вот, ну, там признание, да, вот перед другим он пришел, там. Что там, заголовка немножечко. А, конечно, писатель... Повыпендриваться. Ну, так немножечко, да, на ходу придумывая. А писатель, конечно, ну, более такое внутреннее занятие, более внутренний кайф. Хотя, на самом деле, вот, если уж совсем... А вы пижонцы? Сейчас, ну, в какой-то степени все пижоны. Ну, я не думаю, что намного больше других. Ну, в общем, вот я думаю, вот что. Главное, что меняет мое отношение к журналистике и к сочинительству. Мне вообще нравится работать. Вот, я думаю, что... Что вам нравится? Работа нравится. Работать. Не работа, а работать. Ну, это действительно так. Очень уважаю профессию... Вот, просто уважаю профессию... Столяра, Столяра? Столяра. Столяра. Здесь очки в металлическое оправе. У меня с собой есть... У нас с собой был ножик. В нем есть маленькая отвертка. И очки снимаю, потому что лучше вижу белочку. Ну, и все. А вот объясните, а вам нравится это делать? Или нравится вот то, как внешнее это все... Нет, 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 нет. Это для меня же кабаков достало, у него есть отвертка? Нет, 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 нет. В этом случае мне нравится вот просто... Просто вот закрутил, опа, вставил стеклышко. Оно так встало на место, со щелчком докрутил винтик. Очень большой... В общем, вот это люблю. Люблю заканчивать вещь. А аплодисменты? Ну, аплодисменты всем нравятся. Ну, Доня, ну, что такие вопросы? Нет, просто я пытаюсь... Ну, как бы, у всех разная степень привязанности. Вы знаете, я вам честно скажу... Я, например, аплодисменты люблю гораздо больше, чем что-либо делать. Я, понимаете, до того, как я написал хоть строчку в сцене, я думаю, в каком платье я выйду на сцену на премьере. Ну, уж делай. Я вам честно признаю. Да, вот насчет аплодисментов. Вот в моей жизни, слава богу, я вот бесконечно благодарен судьбе. Вот все было. Я был очень знаменитым писателем. Мужик, у тебя все было? Да. Некоторое очень короткое время. Очень знаменитым. Просто, вот, как сказано у классика, девушки в садах шептали его имя. Все. У меня было, когда я шел по Тверской, тогда еще Горького, впереди меня шли люди, человек три, и громко обсуждали мою повесть. Громко. Это кайф, конечно. Или когда, там, вот, пуч 91-го года, на третий день, там, массово мы заняли, выпустили повесть, я ехал в метро, и я посчитал. В метро было, там, 40 с чем-то человек в вагоне, да? 20 с чем-то читали ее. Я говорю, все было, да? И все ушло. Я, то, что называется, сейчас не на слуху. Ну, я порастраивался немножко. Ну, я с этим, я с этим вполне смирился. Пишу я лучше, чем раньше. Ну, жизнь... Саша, вы умный? Да. Ну, почему? Что, я дурак, что ли? Нет, ну, что, я у вас спрашиваю. Да нет, вы не дурак. А что вам в себе больше всего нравится и что больше всего не нравится? Вообще стыдно его признаваться, что в себе нравится. Ну, я так договорился с вами быть откровенным, я с вами буду откровенным. Больше всего мне в себе нравится чувство долга. Ну, в общем, я такой... Если джентльмен взял в долг, он должен. А не нравится, что? Ну, это вы на себе сейчас только что испытали. Болтливость не нравится. Очень не нравится. Я до сих пор, что в моем возрасте, в общем, глуповато, да, борюсь с ней. Не могу победить. То есть вы хотите быть таким молчальником, нахоредом? Ну, хотел, хотел бы. Я все время говорю больше, чем нужно. Вот на два слова хотя бы, но больше, чем нужно. Если вы об этом думаете, зачем же вы говорите? А если, ну, это, знаете, мало ли, не успеваешь контролировать. То есть вы бы хотели быть таким вот замкнутым, как блог, да? Ой, нет, я этого человека, я очень не люблю. А кого любите? Вот человека, это я ужасно не люблю. Ужасно. Ну, то, что я знаю, я вам, естественно, письма, то еще. Ух, ужас какой-то. Он, по-моему, был просто очень страшный человек, ужасный. Мама его, это какой-то... А жена... Да нет, ну, нет, вот его переписка с матерью, да, это... Друзья у него... Нет, его переписка с матерью, это просто кошмар. А кого люблю, в смысле, из кого? Вот из этих. Из них же? Бунин Ивана Алексеевича очень люблю. И вы бы хотели быть как Бунин? Алексеевич, а... Ну, там много всего было, но во многих отношениях, да, хотелось бы. Как ранее Бунин или поздний Бунин? Писать как поздний. Писать как поздний, а выглядит как ранний. Замечательно. Между прочим, Иван Алексеевич очень часто говорил лишнее, и потом очень жалело. Ну, значит, я не зря его люблю, значит, есть нечто общее. А каким бы вы хотели быть? Поспокойнее, как говорит народ. Да, поспокойнее, поразумнее, похолоднее, посолиднее. Но вообще вы в ладу ведь с собой? Нет. Нет? Вы знаете, извините меня, ради бога, но в полном ладу с собой бывает. Да я не спрашиваю про полный лад с собой, я говорю про него. Не знаю, что они бывают. Нет, нет, нет. То есть вы себе не нравитесь? Нет. Не очень. Скорее не нравлюсь. Скорее не нравлюсь, чем нравлюсь. А что-то нам его очень понравилось. Да. Спасибо вам, девушки, но... Ты вам не правы. А знаете, что я вам на это отвечу, да? Да. А понравился я вам, если бы был бы самодовольный? Не нравлюсь? Не нравлюсь себе? А вам же тоже понравился? Ну вот, поаплодирую. Спасибо. Спасибо, девушка. Спасибо. Он вообще про чувства пришел поговорить. А про ум в другой раз, если спросят. Я хочу сказать, что он мог бы блистать интеллектом, который у него навалом. Но он как-то... Ну да, есть. Но сейчас не про это, потому что душа болит. Болит-то у него сейчас душа. А интеллект у него не болит, у него наличество. Помните эту чудную совершенно сцену в «Войне и мире», когда умирает старый князь Балконский? А кто? И когда он... Его разбивает удар, и он все время говорит что-то... Га-га-га-ы... И не могут понять, что он говорит. И врач, или Тихон, его коммердинер, а нет, доктор говорит, что княжна боится, и только княжна Мария, которая душевно следит за тем, что с ним происходит, понимает, что он говорит, что душа болит. Вот это совершенно точный образ того, как когда душа болит, выражается словесно, это как нечто нечленораздельное. Что это нужно услышать и уловить. Вот очень точный ваш пример, потому что князь Балконский один из носителей ума, интеллекта и так далее. Но поскольку у него сейчас душа болит, это все равно не важно. Что с этим умом и так далее. Это да, ум замечательная вершина, но временная. Вот там не обязательно жить, потому что живут не на горе, хотя бы она была и деревья, и выше всех остальных вершин. Живут в другом мире. И он пришел прожить. Продолжение следует... Продолжение следует...